Боже, будь милостив ко мне грешному, создавай меня Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы из мертвых Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва ради причистой Твоей Матери, силы щаснага, жилотворящего Креста, Святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй. Спаси нас, яко благо и си, человека любит. Аминь. Боже, благослови, стихо негрешному, создав имя Господи и помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Помилуй за молитву святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешным, Яко не коли же благое сотворив пред Тобою, Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзло уста мои недостойно, Восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Царю Небесный, утешите ли души истины, Иже везде сы, и вся исполняй, Сокровища благих и жизни подателю ум, Приди и вселися вны, и очистины от всяких скверных, И спаси блажь души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети исцели немощи наши. Имей Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, если на небесе, Да свечится имя Твое. Да приедет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущен, дашь нам днесь. И остави нам долги наши, Яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, Но избави нас от лукавого. И во Твое есть Царство, Силы и Слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припадаемте блажь. Ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигайся, Господи. Умой просвети и сердце. Уснемо и отверзивай, ежепетите, Святая Троица. Свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судья приедет, И кое-гоже деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Это многерая Твоя благость и долготерпение. Не прогнелся на меня ленивый и грешный. Не погубил меня с беззаконием моими. Но человеколюбцов, если я обычно, И в нечаянии лежащего воздвиг мне, И си вае же утрените, Словословите державу Твою, И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, Поущайтесь со совесем Твоим, И разумите заповеди Твоя, И творите волю Твою, И печетя во исповедание сердечи, И воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, Придите, поклонимся Христу Цареве, Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем К самому Господу Иисусу Христу Цареве И Богу нашему. Семьдесят восьмой Псалом Боже, язычники пришли в наследие Твое, Осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на сиденье птицам небесным, Тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, Вокруг Иерусалима, И некому было похоронить их. Мы сделались по смешищам у соседей наших, По руганиям и по срамлению окружающих нас. Да коль, Господи, будешь гневаться непрестанно, Будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, Которые не знают Тебя, И на царство, которое имени Твоем не призывают. Ибо они пожрали Якова, И жилища его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, Скоро да предварят нас щедроты Твои, Ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, Ради славы имени Твоего, Избавь нас, И прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделаться известно между язычниками, Перед глазами нашими, Анбщине за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет при лицо Твое, Стенание узника, Могущество мышцы Твоей, Сохрани обреченных на смерть. Семикратно, Возврати соседям наших, В недра их поношения, Которому они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой, И Твои пажите овцы, Вечно будем славить Тебя, И в рот и рот возвещать фалу Тебе. Пастырь Израиля, Внемли, Водящий, как овец Иосифа, Восседящий на херувимов, Яви себя, Преди Ефремом и Вениамином, И монастею воздвигни силу Твою, И приди спасти нас. Боже, Восстанови нас, Да воссеять лицо Твое, И спасемся. Господи Божий сил, Да коль будешь гневен К молитвам народа Твоего, Ты напитал их хлебом слезным, И напоил их слезами в большей мере. Положил нас в привлекание соседям нашим, И враги наши издеваются над нами. Боже сил, Восстанови нас, Да воссеять лицо Твое, И спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, Выгнал народы и посадил ее. Очистил для нее место, И утвердил корни ее, И она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, И ветви ее, Как кедры Божия. Она пустила ветвицы до моря, И отрасли свои до реки. Для чего разрушил Ты ограды ее, Так что обрывать ее все проходящие по пути. Лесной вепрь подрывает ее, И полевой звери объедает ее. Божий сил, Обратишь же, Призрис неба и возри, И посети виноград сей. Охрани то, Что насадила десница Твоя, И отрасли, Которую Ты укрепил себе. Он поджжен огнем, Обсечен, От прещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, Над сыном человеческим, Которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя, Оживи нас, И мы будем призывать имя Твое. Господи Божий сил, Восстанови нас, Да воссеять лицо Твое, И спасемся. Радостно пойте Богу твердыни нашей, Восклицайте Богу Якова, Возьмите псалом, Дайте тимпан, Сладкозвучные гусли псалтырию, Трубите в новом месяце трубою, В определенное время, В день праздника нашего, Ибо это закон для Израиля, Устав от Бога Яковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, Когда он вышел из земли египетской, Где услышал звуки языка, Которого не знал. Я снял с рамен его чажести, И руки его освободились от корзин. В бедстве ты призвал меня, И я избавил тебя, Из среды грома я услышал тебя, При водах миривый испытал тебя. Слушай, народ мой, И я буду свидетельствовать тебе, Израиль, О, если бы ты послушал меня, Да не будет у тебя иного Бога, И не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, Извечий тебя из земли египетской, Открой уста твои, И я наполню их. Ну, народ мой не слушал глаза моего, И Израиль не покорялся мне, Потому я оставил их упорству сердца их, Пусть ходят по своим помыслам. Ой, если бы народ мой слушал меня, И Израиль ходил моими путями, Я скоро смирил бы врагов их, И обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящий Господа, Раболепствовали бы им, А их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком шеницы, И насчищал бы их медом и скалы. Слава Цуи, Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, И во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, Слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, Слава тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Цуи, Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, И Господь Иисус Христос, По Своей много любви сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, Спаси меня благодатью Твоею, Молю Тебя, Ибо если по делам спасешь меня, То это не будет благодатью и даром, Но более делом. Ей многие щедротов И неизречены в милости, Ибо Ты сказал, Что верующий в меня жив будет И не увидит смерти во веки. Итак, Если вера в Тебя спасает отчаящихся, То верую, Спаси меня, Ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо этого дел Доменится мне, Боже мой, Потому что совершенно не найти дел, Оправдующих меня. Но это вера, Добой превыше всего, Да ответит за меня, Да оправдает меня, Да и от причастников Славы Твоей вечной, И да не похитит меня Сатана И не похвалится Слово, Что отторт меня От Твоих руки оградой, Ну или хочу, Спаси меня, Или не хочу. Христос мой Спаситель, Поспеши скорее, Скорее, Погиб я, Ибо Ты Бог мой, Очарив Матери моей. Сподоби меня, Господи, Возлюбить Тебя теперь так же, Как возлюбил И когда-то свой тайный грех, И чтобы снова потрудиться для Тебя, Без лени, Усердно, Как прежде потрудился Сатана и Прещающего. Особенно же, Потружусь для Тебя, Господа и Бога, Иисуса Христа, Во все дни жизни, Ныне всегда, Веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, Поставь на хранить Мою бедную душу И несчастную жизнь. Не оставь меня грешного И не отступи от меня За невоздержание мое. Не дай возможности Злому демону Починить меня себе Пребладание от вас Мертвого тела. Возьми крепко несчастную И опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, Хранитель и покровитель Бедную души и тела, Прости мне все, Чем я скорбил Тебя Во все дни моей жизни. Если я чем согрешил Прошедшую ночь, Защити меня Настоящий день И сохрани меня От всякого искушения Вражеского, Чтобы мне Не пронять Бога Никаким грехом И молись за меня Господу, Чтобы он Утвердил меня В страхе своем И сделал меня рабом Достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, Моя Богородица, Своими святыми И всесильными молитвами Отгони от меня Смиренного, Несчастного раба Твоего, Уныния, Забвения, Неразумия, Нерадения, Удались и скверные, Лукавые, И хуйные помыслы Из-за каянного Моего сердца И помраченного Ума моего И погаси Плое мое страстей, Ибо я убог И несчастен. Избавь меня От многих Пагубных воспоминаний И помыслов И освободи меня От всяких Злодеяний, Ибо Тебя Благословляют Сироды И причисто Имя Твое славится Во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога Святые угодники Божьи Игнатий Владимир Надежда Грекерия Ибо мы усердно К вам прибегаем Скорым помощникам Молитвенникам О душах наших. Богородица Дева Радуйся Обраданно Мария Господь с Тобою Благословен Ты в женах И благословен Плоть чрева Твоего Яко родилась И Христа Спаса Избавителя Душам Нашим Непобедимая Божественная Сила Честного Желтворящего Креста Господня Не оставила От грешных Уповающих На Тя Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояние Твое Победа Насопротивные Дары И Твое Сохраняя Крестом Твоим Жительством Спаси Господи Помил От самого Духовного Родители Сродника Благодетель Митрополита Илариона Епископа Евтихия Вениамина Гафангела Диамида Тихона Антония Священная Рея Акима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Роси Владим Андрея Максима Владимира И Глеба Не дай погибнуть Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнили Александра Диодора Митрополита Тихона И весь Священческий Иноческий Чин И высший Истинный Служитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И дай нам Еще священникам Если угодно Тебе Господи Смири Власти и воинства Иди Наведи страх Твой на них И через них Сотвори Благое Церкви Твоей Умудри их Издавать Добрые законы Дабы дали Достойно Жить людям Что было Еще уделять Нуждающимся И сохранить От покушения На них Владимира Дмитрия Дональда Рамзана Владимира Александра Эрдогена Амана И дару И мир Израилю Россию Украине Сирии Где война Идет И научи Насценить Это мирное Время И приготовь Землю К великим И грозным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную За отцу Писшество От тебя Слава тебе За сию Тихую Мирную Ночь Что жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам желание Трудиться Обнаружить И умножить Все наши Таланты Дарованную Тобою И для всего Пошли нам Добрых Помощников Наставников И советников Всей день Сохрани От всякого Рода Зла И греха И непосильных Искушений И защити Нас Здесь И жилища Наши И селения От пожара Воров Нечистой силы Живущих Там Андрея Игоря Игоря Серафима Владимирова Людмилу Любовь Алексей Иосиф Оприщи Добрые Жители Детьми Любящими Уставы Твои И сохрани Школу Спаси И помилуй Татьяну Наталью Игорь Марину Никиту Щадоик Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину Алектину И все Побуди На проповедь Евангелия Спаси И помилуй Надежду Валентину Екатерину Анастасию Наталью Евгению Роман Михаила Нину Анну Юрия Рахиль Езжу Руссика Тимура Обратил Благослови Самиру И содружество Ее Катерину Екатерину Галину Благослови Александра Александра Сергея Сергея Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Господи Найди Отступников Возврати На путь Спасения Михаила Николая Александра Юлия Максима Благослови И от пьянства Избавив Павла Михаила Андрея Владимира Александра Игоря И найди Все наше Родство Евдокия Валентину Ирину Татьяну Марку Нину Ольгу Елену Марии Татьяну Путешествующих Раиса Льва И Виктора Благослови И Возврати Если угодно Тебе Господи Упокой Господи В обителях Небесных Устопших Отец И братья Наших Родителей И сродника Благодетели Всех Православных Христиан Ибо нет Человека Который Живя на земле Не согрешил бы И сотвори Вечную память Вечный Покой Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова Авва Отче Свят 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 Господь Сава Тя земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышне Богу На земле Мир В человеках Благоволение Аллилуйя Благодарю Тебе Господи За тот день В который Дал мне Веру В Тебя Страх Пред Тобой И ожидание Суда Божия Благодарю За тот день В который Дал мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов И на каноны Церкви Как на истину Слава Слава Тебе Коснись Их сердец И примири С нами Если угодно Тебе Господи Им не дай Погибнуть И в судный день Не помяни Их безумие И лжи По Твоему Благоволению Господи Все Да будет Как угодно Тебе Посети Благодетели Наших Воздаем Добром Елену Людмилу Братья Евгения Наталья И Анилу Хвала Тебе Наш Господь Сохрани И защити Наше Сокровище В интернете И книги Здесь И в пути Трудящихся Игоря Юлия Дмитрия Виктора Сергея Сергея Андрея Андрея Помогающих Вячеслава Найди Духа лжи Изгони От Романа Не дай ему Погибнуть В ожесточении Сердца Виталия Никиту Благослови Даруй Духовное рождение И желание Трудиться В поте лица Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими Господи Воздай Добром Всем помогавшим Нам путешествий Благослови Николая Виктора Павла Зинаиду Владимира Дмитрия Сергея Слава тебе Боже Наш Воздай Добром Всем Трудившись Над моей Душой Возрастанию Мария Степана Александра Михаила И Анна Вещи Светам Воздай Добром Слава тебе Боже Наш Слава тебе Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога О мне греши Добрый мой Ангел Благодарю Тебя Столько лет Ты Хранил От видимых и невидимых опасностей Прошу Тебя Не покинешь Смертный час Когда Душа Будет Разгущаться От Тела Проведи Душу Мою Помытарство И Веди ее Навеки В вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя До Свои Помогающих Нам Евгения И Лену Найди Обратить Тимофея Тимофея Мартина Германа Александра Леонтия Симона Иоанн Креститель Претеща Христов Моли Бога О Нас Мужчина Житий Бедности Имея Пропитание Одежду Быть Благочестивым И Довольным Никогда Не Роптать Никому Не Завидовать И Быть Во Всем Эканонным И Кажему Дару Жилье Сергея Галина Святитель Христов Никола Моли Бога О Нас Молите Бога О Нас Святые Пороки Божии Илья И 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 Корр И И И И И И И Святом, с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас. Святые ангелы, архангелы, Хервимы, Серафимы, Все небесные силы, престолы Божьего предстоящие, Святые апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфея, Марк, Лукаян. Молите Бога о нас. Святые мужчники и мужчницы. Игнатий Богоносец, Поликарм, Сминский, Усин, Философ, Касмаэль, Амиян, Андрей, Стратилат, Иерон, Мущеник, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеемен, Сорок святых мужчиников, Царь Николая, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Осип Борис и Глеб. Докрепит Господь народ свой, Дабы никто не прилил на чертания зверя Антихриста. Аллилуйя. Анфиму Вениамину дай веру и устрашай родителей За такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы и Василия, Силий Великий, Григорий Богослов, Ян Затаусов, Анасия Великий, Крем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ан Кронштадтский, Ан Шанхайский, Кирилл Меподий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все перевозчики священного писания. Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь святой православной вере. Азама Сиритяков разрушь, Развеевни, что преврати. Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фекла первомучленница, Патина Самаренина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер София, Наталья Адриан, Варвара, Екатерина Перепетовая, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроника Дюния, Киприяна Устина. Молите Бога о нас, Задаруй Господь послушание, Молчание, Целомудрие И стыдливость Женам и Девам, И сохрани их от всяческого поругания, Исправь не тукаривость Галины, Семейства Евгения, Надежды, Надежды, Светланы, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву воздеяния рук, Как жертву вечернюю, Благоухание приятное перед престолом Благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Всемогущий Создатель наш, Единый Вечный Бог, Прими, услыши и исполни Молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради Голговских страданий Сына Твоего, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, Умершего за нас на Голговском кресте, Пролившего причистую кровь, Услыши нашу молитву, Спаси и помилуй всех, Заповедавших нам, Молиться о них, Помилуй, Господи, Помилуй. Говори, Владыка, Господь и Бог наш, Слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро за всех. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Что-то нельзя заходить. Видят, тут может упасть, Пойдешь, и все, К столу не прикасаюсь. Сейчас, вот, Денька. . Рыбу peek color. Доброе утро. Доброе утро. Сидите, привесите, Как не делаешь, у меня уже страшно, начинаете мудрожаводить. Входи сюда и не включи, тогда будете включать. Не будьте больше отдавать, чем походить. С берем даже не походить. Вот она будет с берем даже походить. Маленькая, как тебе дьявол использует. Вот она делает так, как обманывать, хитрость убрать. Правильно-то, права-то такие. Я тебе сказал, не будьте решением даже отмечать. А потом и говорить можно. Все, никаких слов отмечать не надо. Я не отмечаю. Не водили. А у меня все хорошо. Молодя, а что ты в кабинетку славка оставил, что-то нужно, то ты не можешь убрать. Я, наверное, там стою. Я не стою. Не знаю. Я не стою туда. А как? Уже не долго подходить. У вас термотища нет? А, я, наверное, до рыжего забирал. Можешь ходить, да? Меня слышно хорошо? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 26. Вопрос 3786. Тема «Смерть». Когда подводят итог своей прожитой жизни верующие и неверующие, то сильна ли разница их опыт жизни? Отвечает Игнатий Тихонович Хлапкин. У неверующего, каким бы он ни был гениальным, всегда взор зашорен, запылен могильным тленом, ибо он дальше разверстого зеву могилы ничего не может видеть. А надеяться на память народную, к чему звали большевики, это смешно. Никакой памяти не хватит, да и у каждого свои дела. А когда человек верит в вечную жизнь со Христом, тогда он знает, что смерти нет, а есть переход в вечное царство света и любви. И накопленное отдаешь с радостью, и истинно можешь раскаяться. Вы послушайте песнопение над умершим у православных и у иных христиан, и вы больше никогда не будете задавать такой вопрос, чтобы понять, что сравнивать даже не с чем. Евангелие от Иоанна 3, 36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 2 Тимофея 4, 8. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Зашумит ли клеверное поле, заскрипят ли сосны на ветру, я замру, прислушаюсь и вспомню, что и я когда-нибудь умру. Но на крыше возле водостока станет мальчик с голубем тугим, и пойму, что умереть жестоко и к себе, и, главное, к другим. Чувства жизни нет без чувства смерти. Мы уйдем не как в песок вода, но живые. Те, кто мертвых сменят, не заменят мертвых. Простите, мы уйдем не как в песок вода, но живые. Те, кто мертвых сменят, но живые. Мы уйдем не как в песок вода, но живые. Те, что мертвых сменят, не заменят мертвых никогда. Кое-что я в жизни это и понял, значит, я не даром битым был. Я забыл, казалось, все, что помнил, но запомнил все, что я забыл. Понял я, что в детстве снег пушистей, зеленее в юности холмы. Понял я, что в жизни столько жизней, сколько раз любили в жизни мы. Понял я, что тайно был причастен к стольким людям сразу всех времен. Понял я, что человек несчастен, потому что счастье ищет он. В счастье есть порой такая тупость. Счастье смотрит пусто и легко. Горе смотрит, горе снопотупясь. Потому и видит глубоко. Счастье словно взгляд из самолета. Горе видит землю без прикрас. В счастье есть предательское что-то. Горе человека не предаст. Счастлив был и я, неосторожно. Слава Богу, счастье не сбылось. Я хотел того, что невозможно. Хорошо, что мне не удалось. Я люблю вас, люди-человеки. И стремление к счастью вам прощу. Я теперь счастливым стал навеки, Потому что счастья не ищу. Мне бы только клевера-сладинку На губах застывших уберечь Мне бы только малую слабинку Все-таки совсем не умереть. 1977 год. Евгений Евтушенко. Во имя Отца и Сына И Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 26. Вопрос 3820. Приходится встречать со старыми людьми И удивляешься, как мало они думают о смерти. А все только о болячках и как бы избавиться от них. Начинаешь говорить о покаянии, а они... Мы многое пережили, и наша жизнь была лучше этой. Мы ничего плохого не делали, а всю жизнь только работали. Читать даешь им что-то божественное, А они ссылаются на занятость и на плохое зрение. Как их вызвать на покаяние? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не вызвали их из этой пропасти. Они самые великие грешники, плененные сатаной. Они столько зла натворили. Особенно виновны учителя и работники в сфере образования, кино, печати. Они сеяли отраву и ядовитые всходы. Это их плоды. Тут только молитва. И если Бог благословит, Чуточку бы им увидеть, что они натворили. В старческом моразьбе трудно найти место, Годное для посева Слова Божия. Она стареет. Дряблому лицу не помогают больше притирания. Как новой ручке медное сияние усталому от времени крыльцу. А взгляд ее не сдался, не потух. Пусть ни девчонок, ни красавиц хлестких Она еще выводит на подмостки своих эпизодических старух. И сохранилась старенькая лента. Едва объявят где-нибудь одна, Смущаясь с томной слабостью в коленках, Спешит в неполный кинозал она. Спешит назад к себе двадцатилетней, Когда среди бесчисленных сестер Ее одну на целом белом свете Открыл для этой ленты режиссер. И хоть глаза счастливые и влажны, Она глядит чуть-чуть со стороны. Вот этот шаг не так бы. Это слово. Вот этот взгляд, вот этот поворот. Ах, если бы сейчас. Ах, если б снова. А фильм себе тихонечко идет. Не слишком звонкий и не обветшалый, Но что-то было в той девчонке шалой, Чего она не поняла сама. Ухмылка, быстрая речи кутерьма. И вновь она тревожится и любит Среди чужих людей в случайном клубе, Но гаснет ленты обжитой уют. Вся там, вдали от жизни повседневной, Она идет походкою царевны, А зрители ее не узнают. 1965 год. Лев Ашанин. Книга Деяний, 11-18. Выслушав это, они успокоились И прославили Бога, говоря, Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Откровение 2, 21. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, Но она не покаялась. Кто верил, хотя бы на уровне храмового богослужения, Ему можно начинать говорить о необходимости покаяния По Слову Божию, о жизни по Евангелию. Иные бились за справедливость, Даже не подозревая, что шли не в том направлении. Их душа им подсказывает это, что нужно делать. Вступил я в жизнь к борьбе готовой, Но скоро кончилась борьба. Неумолим был рог суровый, И на меня надел оковы, Как на мятежного раба. Покорно нес я злую долю, И совесть робкая лгала. Она меня на свет, на волю, И с тьмы безмолвной не звала. Шла мимо жизнь, Шло время даром, Вообщея, братья, Вслышал стон, Не удалял мне в сердце Он больным Сочувственным ударом. Не ударял мне в сердце Он больным Сочувственным ударом. Когда теперь смотрю назад, На время юности порочной, Среди пустыни, В тьме полночной, Блуждает мой Печальный взгляд. Вот мной пройденная дорога, Ее предательский изгиб, Вел к страшной бездне. Много, много из нас погибло, Воля Бога меня спасла, Я не погиб. Но не стою я горделиво, Увенчан славою побед, Еще в душе воскресший свет, Еще в душе воскресший нет, С минувшим полного разрыва. Я долго жил Средь скверн и зол, У их нечистого подножья Тупела мысль, Немел глагол, Изнемогала сила Божья, Еще я трепетом объят, Еще молит живая рана, И на меня, как из тумана, Виденья прежние глядят. И полн знакомой мне боязнью, Еще я взгляды их ловлю, Мне угрожающие казнью, За то, что мыслю и люблю. 1855 год, А.М. Жемчужников Послание к римлянам 10.8 Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих И в сердце твоем, То есть слово веры, Которое проповедуем. Все, что сберечь мне удалось, Надежды, веры и любви, В одну молитву все свелось, Переживи, переживи, Эф. Тюльчев. Забытый случай, Дальний, дальний, Мерцает в прошлом, как свеча, В холодном буре на центральном Мы удавили стукача. Нас было в камере 12, Он был 13-м под лес. По части всяких провокаций, Еще на воле был он спец. Он нас закладывал с умением, Он был наседкой среди нас, Но вот пришел конец терпенью, Пробил его последний час. Его, притиснутого к нарам, Хвостом начавшего крутить, Любой из нас одним ударом Да срочно мог освободить. Но чтоб никто не смел сознаться, Когда допрашивать начнут, Его душили все 12, Тянули с двух сторон за жгут. Нас кум допрашивал подробно, Морил в кондее сколько мог, Нас били бешено и злобно, Но мы твердили, сам подох. И хоть отметки роковые на шее Видел мал и стар, Врач записал. Гипертония в его последний формуляр. И на погосте под забором, Где не росла трава с тех пор, Он был земельным прокурором, Навечно принят под надзор. Промчали зе годы, Словно выстрел, И в память тех далеких дней 12 часть, 12-я часть убийства Лежит на совести моей. 1964 год. Анатолий Жигулин. Первая книга царств, 25-33. И благословен разум твой, И благословенна ты за то, Что ты теперь не допустила меня Идти на пролитие крови И отомстить за себя. Первая царств, 22-22. И сказал Давид Авиафару, Я знал в тот день, Когда нам был доик Иудумянин, Что он непременно донесет Саулу, Простите, еще раз. Первая царств, 22-22. И сказал Давид Авиафару, Я знал в тот день, Когда там был доик Иудумянин, Что он непременно донесет Саулу, Я виновен во всех душах дома Отца твоего. Воспоминания старых людей Приводят на пепелище юных мечтаний. Нужно, чтобы Дух Святой им привел на память, Что за зарытый талант Им придется... Дух Святой им привел на память, Что за зарытый талант Нужно, чтобы Дух Святой им это привел на память, Что за зарытый талант им придется отвечать. Здесь некогда могучий и прекрасный Шумел и зеленел волшебный лес. Не лес, а целый мир разнообразный, Исполненный видений и чудес. Лучи сквозили, Лучи сквозили, Трепетали тени, Не умолкал в деревьях птичий гам, Мелькали в чаще быстрые олени, И ловчий рок взывал по временам. На перекрестках На перекрестках С речью и приветом Навстречу нам Из полутемы лесной Обвеянный каким-то чудным светом Знакомых лиц Слетался целый рой. Какая жизнь, Какое обаяние, Какой для чувств Роскошный светлый пир Нам чудились Нездешние создания, Но близок был нам Этот дивный мир. И вот опять К таинственному лесу Мы с прежнюю любовью подошли, Но где же он? Кто опустил завесу, Спустил ее от неба до земли? Что это? Призрак? Чары ли какие? Где мы? И верить ли глазам своим Здесь дым один, Как пятая стихия, Дым безотрадный, Бесконечный дым? Кое-где насквозь торчат По обнаженным, Пожарящим уродливые пни И бегают по сучьям Обожженным, Зловещим треском белой огни. Нет, это сон, Нет, ветерок повеет, И дымный призрак Унесет с собой, И вот опять Тот лес зазеленеет, Все тот же лес, Волшебный и родной. 1867 год, Ф. И. Тючев Евангелие от Матфея 25-30 А негодного раба Выбросьте во тьму внешнюю, Там будет плач И скрежет зубов. И хочу, Но не в силах Любить я людей, Я чужой среди них, Сердцу ближе друзей, Звезды, Небо, Холодная синяя даль И лесов, И пустыни, Немая печаль. Не наскучит мне Шум у деревьев Внимать, В сумрак ночи Могу я смотреть До утра, И о чем-то Так сладко Безумно рыдать, Словно ветер И мне брат, И волна мне сестра, И сырая земля Мне родимая мать, А меж тем Ни с волной И ни с ветром Мне жить, И мне страшно Всю жизнь Не любить никого. Неужели навек? А меж тем Ни с волной И ни с ветром Мне жить, И мне страшно Всю жизнь Не любить никого. Неужели навек Мое сердце мертво? Дай мне силы, Господь, Моих братьев любить. Д.С. Мережковский Книга Пророка Иеремия 2.2 Иди И возгласи В уши Дочери Иерусалима Так говорит Господь Я вспоминаю О дружестве Юности Твоей О любви Твоей Когда Ты была Невестою Когда последовала За мною В пустыню В землю Незасеянную А мне дар А мне дар А мне дар Там никак нельзя Разговаривать Рядом Ты все равно Уронишь на стол Кому Во имя Отца И Сына И Светлого Духа Аминь Знаешь, как это важно? Книга Открытым оком Том 26 Вопрос 3823 Тема Смерть Старые люди Болезненно воспринимают Когда кто им Напоминает Об их промахах В жизни У верующих Это выражается Столь же болезненно Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Себя я пока Еще к старым Не отношу Хотя без одного Года мне уже 70 лет Но всегда считал Что любое Напоминание О нашем прошлом Даже пусть оно И несправедливо Но было бы На пользу Не должно Нас расстраивать Притча 16.32 Долготерпеливый Лучше храброго И владеющий Собою Лучше завоевателя Города Притча 17.9 Прикрывающий Проступок Ищет любви А кто Снова Напоминает О нем Тот Удаляет Друга Острою Секирой Ранена Береза По коре Сребристой Покатились Слезы Ты не плачь Береза Бедная Не сетуй Рана Не смертельна Вылечится К лету Будешь Красоваться Листьями Убрана Лишь Больное Сердце Не залечит Раны 1856 Год А.К. Толстой Левит 5.18 Пусть Принесет К священнику В жертву Повинности Овна Беспорока По оценке Твоей И загладит Священник Проступок Его В чем Он Приступил По неведению И прощено Будет Ему Златоуст Советует Для пользы Нашей Ходить На похороны Дабы И себя Увидеть Парчой Покрытая Гробница Над Нею Пышный Балдахин Вокруг Задумчивые Лица И Факелов Огонь И дым Святых Молитв Напев Печальный И все Чем Жизнь Заключена И Эта Жизнь Покрыта Тайной Завеса Смертью Спущена Теперь Скажи Мне Сын Свободы Зачем Страдал Зачем Ты Жил Отведена Царю Природы Сожень Земли Между Могил Молчат В тебе Любовь И Злоба Надежды Гордые Молчат Зачем Ты Жил Усопший Брат Стучит Земля По крышке Гроба И Чуждый Горе И Забот Глядит Бессмысленно Народ 1849 Год И.С. Никитин Послание Филиппийцам 1.21 Ибо Для меня Жизнь Христос И Смерть Приобретение Псалом 79 18 Не Отверни Меня Во время Старости Когда Будет Оскудевать Сила Моя Не Оставь Меня И до Старости И до Седины Не Оставь Меня Боже Доколе Не Возвещу Силы Твоей Роды Сему И Всем Грядущим Могущество Твоего Человек Не сам По себе Живет Но В сердце Его Идет На него Постоянная Борьба Между Богом И Сатаной Подъемлют Спор За Человека Два Духа Мощные Один Эдемская Дверь Властелин И Вечный Страш Е От Века Другой Во Всем Величье Зла Владыка Сумрачного Мира Над Огненной Его Парфирой Горят Два Огненных Крыла Но Торжество Кому Уж Но Торжество Кому Уступит В пыли Рожденный Человек Венец Ли Вечных Пальм Он Купит Или Чашу Временную Нег Господень Ангел Тих И Ясен Его Живит Смиренья Луч Но Гордый Демон Так Прекрасен Так Лучезарен И Могуч 1841 Год А.Н. Маяков Книга Ива 34 19 Но Он Не Смотрит И На лица Князей И Не Предпочитает Богатого Бедному Потому Что Все Они Дело Рук Его Книга Ив 36 21 Берегись Не Склоняйся К Нечестью Которую Ты Предпочел Страданию Нужно Научиться Не Внимать Пустой Молве И Ни Под Кого Не Подделываться А Советоваться Со Своей Совестью С Богом С Писанием Послушайте Прошу Что Старому Случилось Когда Ему Гулять За Благо Рассудилось Он Ехал На Осле А Следом Парень Шел И Только Лишь С горы Они Спустились В Дол Прохожий Осудил Тот Час Его На Встрече Ах Как Ты Малому Даешь Борис Столь Далече Старик Сошел Сосла И Сына Посадил И Только Простите Ах Как Ты Малому Даешь Брест Столь Далече Старик Сошел Сосла И Сына Посадил И Только Лишь За Ним Десяток Раз Ступил То Люди Начали Указывать Перстами Такими Вот Весь Свет Наполнил Дураками Не Можешь На Осле Ехать Обоим Не Можно На Осле Ехать Обоим Старик К Ребенку Сел И Едет Вместе С ним Однако Чуть Минул Местечко Половину Весь Рынок Закричал Что Мучишь Так Скотину Тогда Старик Осла Домой Поворотил И Скуки Не Стерпя Себе Проговорил Как Стану Я Смотреть На Все Людские Речи То Будет И Осла Взвалить К Себе На Плечи 1747 Год Ломоносов 1 Коринфянам 7.23 Вы куплены Дорогою Ценою Не Делайтесь Рабами Человеков 1 Коринфянам 4.3 Для Меня Очень Мало Значит Как Судите Обо Мне Вы Или Как Судят Другие Люди Я И Сам Не Сужу О Себе Исход 23.2 Не Следуй За Большинством На Зло Не Решай Тяжбы Отступая По Большинству От Правды Случилось Это Во Время Птичьего Банкета Заметил Дятел Тамада Когда Бокалы Гости Поднимали Что У Воробушка В Бокале Вода Фруктовая Вода Подняли Гости Шум Все Возмущаться Стали Штрафной Налили Воробью А он Твердил Своё Не Пью Не Пью Не Пью Не Поддержать Друзей Уж Я На Что Больная Вопит Сова Все же Пью Додная Где Ж Это Видно Не Выпить За Леса И За Родные Небеса Со Всех Сторон Стала Несутся Голоса Что Делать Воробей Приклювил Пол Бокала Нет Нет Ему Кричат Не Выйдет Мало Мало Раз Взялся Пить Так Пей Уже До Дна А ну Налить Ему Ещё Бокал Вина Наш Скромный Трезвенник Недолго Продержался Все Разошлись Он Под Столом Остался С Тех Пор Прошло Немало Лет Но Воробью Нигде Проходу Нет И Где Бо Он Не Появился Везде Ему Глядят И Шепчут След Ах Как Он Пьёт Ах Как Он Разложился Вы Слышали На Днях Опять Напился Вы Знаете Бросает Он Семью Напрасно Воровей Кричит Не Пью Не Пью Иной Бывает Промахнётся Бедняга Сам Тому Не Рад И Справится За ум Возьмётся Ни Разу Больше Не Споткнётся Живёт Умней Скромней Сто Крат Но Если Где Одним Хоть Словом Его Коснётся Разговор Есть Люди Что Ему Готовы Припомнить Старое В укор Мол Точно Вспомнить Трудновато В каком Году Каким Числом Но Где-то Кажется Когда-то С ним Что-то Было Под Столом С Михалков Второе Коринфянам 11 12 Чтобы Не Дать Повода Ищущим Повода Дабы Они Чем Хвалятся В том Оказались Такими Как И Мы Очень Бог Дай Бог Вам Жизни Две И Друга Одного И Света В голове И Доброго Всего Найдя Стократно Вытертые Ленты Вы Хрип Мой Разбирали По Слагам Так Дайше Бог Мои Корреспонденты И Сил В Руках Да И Удачи Вам Вот Пишут Голос Мой Не Одинаков То Хриплый То Надрывный То Глухой И Просит Население Бараков Володя Ты Не Пой За Упокой Но Что Поделать Если Я Не Звонок Звенят Другие Я Хрип Слова Обилие Некачественных Пленок Вредит Мне Даже Больше Чем Молва Вот Спрашивают Попадал Ли В пленты Нет Не Бывал Не Воевал Ни Дня Спасибо Вам Мои Корреспонденты Что Вы Неверно Поняли Меня Друзья Мои Жаль Что Не Боевые От Моря От Станка И От Сахи Спасибо Вам За Присланные Злые И Даже Неудачные Стихи Вот Я Читаю Вышел Ты Из Моды Згинь Сатана Из Иди Хрип Лы Бес Как Глупо Что Не Месяцы А Годы Тебя Провозносили До Небес Еще Письмо Еще Письмо Вы Умер От Водки Да Правда Умер Но Потом Воскрес А Каковы Доходы Ваши Все Таки За Песню Трешник Вы Же Просто Крес За Письма Высочайшего Пашиба Идите Мол На Темзу И На Нил Спасибо Люди Добрые Спасибо Что Не Жалели Ночи И Чаранил Но Только Я Уже Бывал На Темзе С С С С С Не Грублю Но Отвечаю Тем же А Писем До Конца Не Дочитал И Ваши Похвалы И Комплименты Авансы Мне Не От Футболю Я От Ваших Строг Мои Корреспонденты Примеет Путь И Сохнет Колья Сержанты Моряки Интеллигенты Простите Что Не Каждому Ответ Я Вам Пишу Мои Корреспонденты Ночами Песни Вот Уж Десять Лет Мне Часто Присылают Письма В Которых Спрашивают Что Вы Имели В В Той Или И И И Песни Ну Кстати Говоря Что Я Имел В В То И Написал А Как Меня Люди Поняли Зависит Конечно От Многих Вещей От Меро Образованности От Опыта Жизненного И Так Далее Некоторые Иногда Попадают В Точку Иногда Рядом И Я Как Раз Больше Всего Люблю Когда Рядом Значит В Песне Что То Было На Что Даже Я Не Обратил Особого Внимания Может Не Имел Этого В В В Точно И Конкретно Но Что То Подобное Где То Там В Подсознании Было И Ведь Было Ужасно Если Мы Все Имели В В В Когда Пишем Тогда Мы Просто Ничего Вообще Не Написали Вы Представляете А Что Уж Говорить Про Достоевского Которого Одновременно Идут 10 Или 15 Планов Он Что Их Все Время Высчитывал Записывал А Потом Соединял Нет Это Просто От Того Выходило Что Он Был Такой Одаренности Человек Что Об Этого Не Думал Гений 1973 Год Высоцкий Второе Послание Петра 3 16 Как Он Говорит Об Этом И Во Всех Посланиях Которых Есть Нечто Неудобовразумительное Что Невежды И Неутвержденные К Собственной Своей Погибели Превращают Как И Прочие Писания Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Том 26 Вопрос 3831 Тема Смерть Каждый день Приближает Нас К смерти И потому Радости И даже В самом Приятном Все меньше По этому Вопросу Нет Ничего Радостнее Слышать Что Человек Бессмертен Что Об этом Нужно Сказать В первую Очередь Тем Кто Живет Одним Днем Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Если У человека Нет веры В истинность Сказанного В Библии То Что Ему Могут Дать Наши Слова Пусть Просит Веры У Бога Что Слово Божие Есть Окончательная На земле Истина И о жизни И смерти В Библии Сказано Очень Определенно И утешительно Книга Второзакония 30 19 Во свидетели Пред вами Призываю Сегодня Небо И землю Жизнь И смерть Предложил Я тебе Благословение И проклятие Избери Жизнь Дабы Жил ты И потомство Твое Притчи 11 19 Праведность Ведет К жизни А стремящийся К злу Стремится К смерти Своей Оттого И томит Меня Шорох Травы Что Трава Пожелтеет И роза Увянет Что Твое Драгоценное Тело Увы Полевыми Цветами И глиною Станет Даже Память Исчезнет О нас И тогда Оживет Под искусными Пальцами Глина И впервые Плеснет Ключевая Вода В золотое Широкое Горло Кувшина Анестезия Ее Нет Смерти Притча 30-15 Учение Мудрого Притча 13-15 Учение Мудрого Источник Жизни Удаляющий От сетей Смерти Притча 14-27 Порой Часы Обманывают Нас Чтоб Нам Жилось На свете Безмятежней Они Опять Покажут Тот же Час И Верится Что Час Вернулся Прежний Обманчив Дни И лет Круговорот Опять Приходит Тот же День Недели И Тот же Месяц Снова Настает Как будто Он Вернулся В самом Деле Известно Нам Что Час Не Возвратим Что Нет Ни Дням Ни Месяц Возврата Но Круг Календаря И Циферблата Мешает Нам Понять Что Мы Летим Самуил Маршак И Мее Книга 21 8 И Народу Сему Скажи Так Говорит Господь Вот Я Предлагаю Вам Путь Жизни И Путь Смерти И 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 Нелюбящий брата пребывает в смерти. Сколько мне жить? Впереди неизвестность. Жизненный пламень еще не потух. Бодрую силу теряет телесность, но пробудясь, окрыляется дух. Грустные и сладкие предсмертные годы. Это привычное мне бытие, эти картины родимой природы. Все это словно уже не мое. Плоти не чувствую прежней обузы. Жду перехода в обитель теней. С милой землей расторгаются узы. Дух возлетает все выше над ней. Чужд неспокойному страсти недугу. Ведая тихую радость одну. Словно хожу по цветистому лугу. Но ни цветов, ни травы уж не мну. А жемчужников. Римлянам 2.7 Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Римлянам 5.10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью сына его, То, тем более примирившись, спасемся жизнью его. Смерть хотела взять его за горло. А прокинуть на земь придушить. Он не мог ей это разрешить и сказал. Не вовремя приперла. Кое-что хочу еще свершить. Тут-то он и принялся за дело. Сразу вдохновение овладело, Потому что смерть его задела. Понял он, что надо б на спешить, Все решать, что надо б на решить. Леонид Мартынов Римлянам 5.21 Дабы как грех царствовал к смерти, Так и благодать воцарилась Через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Римлянам 6.4 Итак, мы погреблись с ним крещением смерть, Дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, Так и нам ходить в обновленной жизни. Чудотворным молилась иконам, Призывала на помощь любовь, А на сердце малиновым звоном Запивала цыганская кровь. Эх, надеть бы мне четкий, как бусы, Вместо черного пестрый платок, Да вот ты такой нежный и русый, А глаза, Василек, Ты своею душою глубинной Навсегда затворился в скиту, Я же выросла дикой рябиной, Вся по осени валом цвету. Да уж, видно, судьба с тобой рядом, Свечи теплить, акафисты петь, Класть поклоны с опущенным взглядом, Да цыганскою кровью гореть. 1924 год. Римлянам 6, 23 Ибо возмездие за грех, смерть, А дар Божий, жизнь вечная Во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 8, 2 Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе Освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 8, 6 Помышления плотские суть смерть, А помышления духовные жизнь и мир. Бывают светлые мгновения, Мир ясный душу осенит, Огонь святого вдохновения Неугасаемо горит. Оно печать бессмертной силы На труд обдуманный кладет, Оно безмолвию могилы И мертвым камням жизнь дает. Разврат и пошлость поражает, Добру приносит фимиам, И вечной правде воздвигает Святой алтарь и вечный храм. Оно не требует награды, В тиши творит оно как Бог, Но человеку нет пощады В бездонном омуте тревог. Пойдет на груди заботы камень, Свободу рук скует нужда, И гаснет вдохновение пламень, Могучий двигатель труда. 1852 год, И.С. Никитин. 2 Коринфянам 2.16 Для одних запах смертоносный на смерть, А для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? 2 Коринфянам 4.11 Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, Чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. 2 Коринфянам 5.4 Ибо мы, находясь в этой хижине, Воздыхаем под бременем, Потому что не хотим совлечься, Но облечься, Чтобы смертное поглощено было жизнью. Филиппийцам 1.20 При уверенности и надежде моей, Что я не в этой хижине воздыхаем под бременем, Потому что не хотим совлечься, Но облечься, Чтобы смертное поглощено было жизнью. Филиппийцам 1.20 При уверенности и надежде моей, Что я ни в чем посрамлен не буду, Но при всяком дерзновении, И ныне, как и всегда, Возвеличится Христос в теле моем, Жизнью ли то, Или смертью. Две минутки перерывчик. Так, ты остальные, Которые там у тебя насчитаны уже, Выставляй не больше, чем по 12, Между ними прокладку. В том варианте, как уже сделано. Не пропусти ничего.